МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа новости рынка в СФСА-Маркет. У нас в студии финансовый аналитик Дмитрий Лукашев. Здравствуйте. И журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, вот последние новости, которые приходят к нам. Это государство решило выпустить облигации федерального займа для физических лиц. С чем это связано? В чем причина? Как обычно, займы осуществляются, когда не хватает денег. Действительно, ситуация с бюджетом... Я не могу назвать ее сложной, но, тем не менее, дефицит растет. Он не достиг критических уровней, но расходы растут, доходы, в общем, стагнируют. Это и нефть, и, в общем, некий спад экономики, который у нас в последние годы наблюдается. И вот на этом фоне дефицит госбюджета может превысить 3%. Это, в общем, достаточно уже неприятные такие цифры. И вот государство решило попробовать привлечь средства населения, чтобы сократить вот этот дефицит и как-то немножко увеличить доходы. Ну, а сумма, общая сумма 15 миллиардов, насколько я слышал. Ну, это, конечно, очень мало. Это очень мало. Это просто как пробный шар попробовать. То есть, действительно, размещение этих облигаций начнется завтра, 26 апреля. Вот. Всего их будет выпущено на 15 миллиардов рублей. Вот. Номиналом они будут по 1000 рублей. Вот. И, в общем, доходность облигаций трехлетней, доходность там порядка 9% годовых, и будет выплачиваться каждые полгода купон. Причем купон будет расти. То есть, начнется он там 7,5%, 8, 8,5%. И так вот шестой купон дорастет до 10,5%. Вот. Размещать будут их ВТБ-24 и Сбербанк, вот как государственные агенты по размещению. Ну и вот государство, значит, установило лимиты выкупа. Это 30 тысяч рублей и 15 миллионов рублей максимум. Вот. Видимо, это сделано для того, чтобы минимальная сумма была интересна банкам-агентам. Вот. Потому что они все-таки несут там депозитарные расходы. И если совсем там человек купит там маленький объем, то это все будет не очень выгодно. А максимальная сумма, она как бы позволяет купить как можно большему количеству людей эти облигации и как-то вот участвовать в размещении. Интересно. А вот, Дмитрий, ну а насколько надежна вот облигация федерального займа? Потому что население столкнулось с негативным опытом использованием этого инструмента, как вы думаете? Ну, действительно, некоторые помнят вот дефолт, который был в 1998 году, когда, значит, государство не погасило там ряд ГКО. Но я считаю, что сейчас ситуация совсем другая. То есть финансы находятся в гораздо лучшем состоянии. дефолт невозможен, то есть ни практически, ни теоретически. Это во-первых. А во-вторых, можно отметить, что даже в 1998 году физическим лицам погасили государственные облигации полностью. И, в общем, в соответствии с тем графиком погашения, который был изначально, там, юридические лица, да, и особенно там нелезиденты, они столкнулись там с терроризацией в четырех-пятилетней бумаге, там, часть выпусков там была с конвертированным, там, беспроцентной. То есть юридические лица там потеряли часть средств вот в результате дефолта, а физические нет, они полностью получили свои деньги. Дмитрий, а вот скажите, 9% вот среднегодовой, это много или мало по сравнению с другими финансовыми инструментами? Ну, я считаю, что сейчас это вполне интересная доходность. Во-первых, ее можно сравнить с доходностью банковских депозитов, потому что основной альтернативой для физических лиц это, конечно, вот вклады, все, что им предлагает кредитная организация по сбережению их средств. Ну, и, в общем, можно отметить, что, конечно, как вот сейчас в России 558 банков на 1 апреля, по крайней мере, было. Они, конечно, исчезают каждый день, вот, всякое может быть, но вот их там чуть меньше 600. Если посмотреть вот их предложение, то действительно там есть банки, которые предлагают там и 10%, и 11%, но это уже потолок. Вот, и они, как бы, не самые надежные. Вот, но и это вклады, в общем-то, краткосрочные. Вот, если речь идет вот о трехлетних вкладах, то и более-менее доход, надежных, вот, то вот там трехлетние, это где-то 8-8,5% годовых, то есть ниже, чем облигации. Вот, и вклады, вот, допустим, доходных, ну, там, топ-100, например, банки, или там топ-50, они, да, предлагают и 9, 9,5%, но где-то вот обычно год-полтора максимум, вот, полгода, то есть немножко вот по срокам у них короче предложение. Поэтому, в общем, ну, а если брать совсем уж надежные банки, там, топ-20, то это к 7 годовых, вот, то есть намного ниже, чем предлагает государство. И тут еще можно отметить, что, ну, теоретически, ведь правительство может, если там будут какие-то проблемы с погашением, там, попросить Центробанк, и, в общем, он выделил средства и погасил эти облигации населения. То есть достаточно есть маневр, вот, для того, чтобы как-то эту проблему решить, если она возникнет, но я лично считаю, что это довольно удобно, потому что, опять-таки, если сравнивать с банками, как известно, вот, сумма гарантированной вкладов составляет 1,4 млн, вот, здесь максимальный сумм 15 млн, то есть больше, больше, да. Люди, у которых, там, есть большие какие-то суммы, они могут заинтересоваться. Ну, и вот, завершая тему вот этого выпуска, можно отметить, что облигации выпускаются в виде купонных бумаг, то есть доход выплату купонов, и они будут размещаться по номиналу, а купонный доход для физических лиц вот не облагается налогом, вот, то есть фактически там не будет вот какого-то вычета из-за налогов, то есть можно сравнивать напрямую с депозитами. То есть НДФЛ не грозит. Да, да. Получается это. Дмитрий, а вообще, как выглядит российский долговой рынок в сравнении с рынками других стран? Ну, здесь можно, в общем, отметить, что это вот график так называемого бенчмарка, то есть десятилетней рублевой облигации. Вот, как мы видим, пик доходности был в начале 2015 года, вот, и почти 16 годовых он составлял. Сейчас доходность идет вниз, вот, и примерно где-то 7,5-7,7 процентов годовых, то есть она снизилась до вот обычных, в общем, уровней, которые наблюдались там 2011-2012 и 2006-2007-2008 годы. То есть если вот исходить из этого графика, то можно предположить, что доходность вот близка к каким-то точкам стабилизации, то есть можно отметить, что вот она вот там на низких каких-то уровнях достаточно там длительные периоды, два-три года, да, находилась там в каких-то диапазонах, в каком-то диапазоне, то есть это, в общем, достаточно неплохо. И можно предположить, что доходность сохранится, и рынок будет стабильным. Вот, и... Дмитрий, а вот эти всплески, вот, когда идет высокая доходность, вот, как раз вот этот предсанкционный вот этот период, что влияет на них, на эти акции, на эти облигации? Ну, несомненно, как мы видим, вот эти два пика – это финансовый кризис. 2008 год пик – это мировой экономический кризис. Вот, а то, что мы видим в 2015 году, это вот действие санкций, вот, и то, что вот тогда был обвал рубля, вот, это все повлияло. Вот, но возвращаясь вот к теме сегодняшней ситуации, можно вот сравнить, опять-таки, доходность российских облигаций вот с облигациями других стран, выраженную доходность, ну, в национальной валюте. То есть здесь мы видим, что вот развитые страны, они могут занимать там средства по достаточно низкий процент, вот. Развивающийся вот Китай, Индия, там, Россия, Бразилия, там, более высокий процент. Но здесь, в общем, мы, скажем так, считаемся, к сожалению, не очень надежными на фоне, там, других стран. Но, опять-таки, это связано только с рублем, с курсом рубля, его стабильностью. Потому что, если, например, брать доходность, вот, выпусков, там, допустим, которые, Россия, там, 2030, вот, погашение в 30-м году, и которые выражены, там, в иностранной валюте, они имеют доходность, вот, сопоставимую, там, с Канадой, с Австралией. То есть длинные бумаги, это где-то, да, 2,5 процента, короткие бумаги с погашением, там, в 19-м, в 18-м годах, это где-то 1,5 процента. Вот, то есть если исключить, допустим, риск валютный и оставить только риск, там, страновой, то есть связанный с бюджетом, там, с состоянием, там, государственных финансов, то, в принципе, российские государственные облигации, они достаточно неплохо выглядят, вот, на уровне, там, той же Канады и Австралии. Дмитрий, а у Бразилии такой высокий процент за счет рискового состояния экономики, да? Да, в Бразилии, вот, там, произошел импичмент, президенту, там, была Дилма Русеф такая, вот, президент-социалист, и вот такие, в общем, политические события, они повысили, там, риски, и все это переросло, вот, в некий экономический спад, вот, и, в общем, на фоне, там, той же Индии, Бразилия теперь, вот, может занимать, там, под гораздо более высокую ставку, вот, связанно с состоянием экономики и политики этой страны, вот, ну, можно отметить, да, что... Дмитрий, а вот еще хотелось бы вот про Японию, очень... Ну, самая низкая ставка, да, у Японии почти нулевая ставка, вот, но я лично считаю, что здесь вот есть такая вот взаимосвязь уже с историей, то есть исторически сложилась так, что вот, когда произошла вот эта эмиссия йены, и после Второй мировой войны японская экономика восстанавливалась, у них вообще курс был, там, 500 йен за доллар, там, 300 и так далее, то есть достаточно высокий курс, но это было изначально, вот, то есть первичная эмиссия йен, вот, была осуществлена в таком масштабе, а дальше экономика работала, и, в общем, достаточно у них был постоянный профицит внешней торговли, то есть приток иностранной валюты, и вот некий недостаток йен у них наблюдался, и, в общем, на мой взгляд, это повлияло вот именно к тому, что вот они сейчас, то есть Банк Японии осуществляет количество смягчений, то есть денежную эмиссию, вот, то, что делал ФРС, то, что делает, вот, Европейский Центральный Банк, вот, пытаются как-то, ну, скажем так, сделать, чтобы денежная масса пришла в соответствии, там, с экономическими реалиями, но вот, пока, тем не менее, вот, ставки остаются низкими, вот, в России примерно такой же был процесс, вот, связанный с рублем, вот, то есть все мы помним, что были, там, все рублевыми миллионерами, там, в начале 90-х были десятитысячные вот эти вот купюры, вот, тоже у нас другое, как бы, то есть эмиссия была сделана из расчета на республики, там, на СССР, то есть больше рублей, чем надо, и из-за этого вот рублю пришлось пройти, там, через ряд динаминаций, но, тем не менее, вот, как бы, экономика стала работать таким образом, что, вот, исторически у нас, вот, сохраняются высокие ставки, то есть если, вот, вернуться опять к этому графику, то видно, что, вот, там, ну, в начале двухтысячных они были, там, вообще, там, 12 и выше, а вот в самые даже благополучные годы, вот, вот, там, 2007-й, вот, 2006-й, когда нефть, там, была 140 долларов, вот, все равно ставка ниже 6% вот не снижалась, это вот такие вот, такая вот особенность наша экономическая, вот, ну, и, ну, и, в общем, да, возвращаясь, вот. А евро? Ну, евро тоже, да, тоже достаточно низкая ставка, вот, потому что Германия стала основным бенефициаром Евросоюза, и, в общем, все сливки, вот, с образования, вот, этой конструкции ЕС получила, фактически, вот, немецкая экономика, и в результате ее государственные облигации имеют самую низкую доходность, и, в общем, им хватает инвесторов, желающих их покупать, вот, то есть, тоже, как бы, все взаимосвязано, вот, ну, и, в общем, основной вопрос, вот, при покупке рублевых облигаций, там, допустим, на длительный срок, он звучит так, а вот, что будет с рублем, как бы, что будет с рублем на фоне доллара, ну, как бы, если привязывать, да, здесь вот тоже можно рассмотреть довольно достаточно интересный график, это график рубля, вот, ну, видно, что здесь, вот, отмечено, там, 30 рублей за доллар, видно, что, вот, там, с 2009 года практически по, там, 12 год, то есть, 3, там, 4 года курс рубля был стабильный, конечно, это очень выгодно, можно было по 30 рублей, там, купить, то есть, продать доллар, купить облигации, вот, и через 4 года совершить обратную операцию, и за эти 4 года получить, там, 40 годовых. Это очень прилично. Вот, вот, уже в долларах, вот, ну, вот, собственно, опять-таки, основная, как бы, идея, да, вот, будет ли вот такая, такая же, вот, как здесь стабилизация, вот, дальше, то есть, если она будет, то, да, рублевые, вот, эти вся ФЗ принесут, там, гигантскую доходность, и даже, может быть, кого-то озолотят, там, каких-то крупных инвесторов. Ну, вот, слишком много факторов влияет на... Ну, конечно, в основном влияет курс нефти, вот, то есть, цена нефти, вот, это вот как раз ее график, вот, можно посмотреть, что достаточно в широких, вот, она пределах колеблется, вот, и вот все вот эти взлеты и периоды стабильности, они как раз и обеспечивают, вот, стабильность облигационного рынка и валютного курса, вот, но сейчас, опять-таки, не зря, вот, я вначале сказал, что о дефолте речь не идет, потому что, если вот посмотреть нефть, ну, она достаточно низкая, вот, там, 56, 50, вот, а доходность уже снизилась, вот, и, в общем-то, курс тоже достаточно стабильно в последнее время себя ведет, вот, рубль укрепляется, то есть, здесь снижение, это, понятно, укрепление рубля происходит, вот, это говорит о том, что, да, вот, снижается доля, то есть, зависимости от нефти, то есть, растет несырьевой экспорт, и, в общем, какие-то отрасли промышленности достаточно неплохо работают и при низких ценах на нефть, но это, в первую очередь, конечно, касается, там, ну, вот, вооружений, например, там, все, что связано, там, с атомной промышленностью, то есть, достаточно много контрактов, достаточно большой приток валюты, и, вот. Дмитрий, хорошо, ну, вот, а что с другими валютами? Они внушают оптимизм или, наоборот, пессимизм? Действительно, есть валюта, которая продемонстрировала достаточно серьезное ослабление, это японская иена, ослабление ее на графике выглядит, как рост, то есть, сегодня к доллару она обвалилась на процент, а к евро на 2%. Впрочем, такая динамика отчасти запланирована японскими властями. В конце прошлой недели глава Банка Японии, Хрухи Кокурода, заявил, что МВФ и странные Большой Двасадки одобряют политику, вот, его банка направлена на ослабление иены, вот, на количественное смягчение, а как раз вот в этот четверг, 27 апреля, состоится очередное заседание вот этого Банка Японии. Инвесторы не исключают, что будут затронуты какие-то аспекты, вот, смягчения денежной политики японского регулятора, направленные вот как раз на увеличение инфляции, ослабление иены, то есть в Японии проблема, там, низкая инфляция, они хотят достигнуть уровня 2% в год, вот, а сейчас она составляет 0,3%. И вот для этого им нужно увеличить количество иен в обращении, чтобы как-то цены начали расти, потому что, вот, низкая инфляция, она сдерживает рост производства и, в общем, мешает экономическому развитию. Вот, и вполне возможно, что какие-то меры будут приняты, и, по крайней мере, рынок, вот, реагирует ослаблением, как я уже говорил, вот, тем более, что очередное заседание Банка Японии состоится лишь 16 июня, то есть в мае заседания не будет. Хорошо, Дмитрий, а вот, ну, вчера мы обсуждали рост индексов на фоне первого тура президентских выборов во Франции. А что происходит сегодня? Ну, индексы продолжают расти, и, по крайней мере, в нашей стране я бы обратил внимание на рост акций «Газпрома». Они подорожали за два дня на 8 рублей или почти на 6,5%. То есть есть целых две позитивных новости для «Газпрома». Во-первых, это, в общем, достаточно серьезный сдвиг в строительстве «Северного потока-2». Пять европейских компаний собираются профинансировать половину стоимости, и каждая согласилась вложить в этот проект по 950 миллионов евро. То есть все это означает, что все основные юридические какие-то там проблемы решены, вот, и «Северному потоку-2» быть. Вот, это первая хорошая новость для «Газпрома», а вторая заключается в том, что вот правительство обязало все компании с государственным участием выплачивать 50% прибыли по международным стандартам в виде дивидендов акционеров. Соответственно, в соответствии там с прогнозами, ну, конечно, решений пока нет, но дивиденд может составить 18 рублей, это для «Газпрома», исходя из текущей цены акции, это почти 14% доходность может составить, это весьма прилично, и вот здесь показано АДР, но они растут, и акции растут, в общем, бумаги «Газпрома» пользуются как на российском, так и на международном рынке. А вот скажите, вот иностранные инвесторы, вкладывая свои инвестиции в строительство «Газпрома» с «Северного потока», два, то есть они рискуют, у них есть какие-то риски, которым они могут подвергнуться? Ну, я считаю, что рисков никаких нет, по той причине, что у «Газпрома» очень большой объем газа в резервах, то есть в резервах, во-первых, он может легко увеличить добычу чуть ли не на 20%, уже на имеющихся мощностях, а во-вторых, вот при таком уровне добычи резервов хватит еще на 70 лет, то есть здесь риски минимальные, риски по непоставке газа минимальные, то есть его много и хватит надолго. Вот, и еще я хотел бы отметить, что вот, возвращаясь к дивидендам, что единственное исключение правительство собирается сделать для «Роснефти», то есть для всех госкомпаний 50%, а для нее 35%, и это вот негативно оказало, негативно повлияло на ее акции, они всего там на 2% повысились, вот, несмотря на достаточно серьезный рост всего рынка, но действительно там дивидендная доходность ожидается в районе 6 рублей на акцию, это те же 2%, то есть инвесторы, видимо, решили, что маловато. Дмитрий, вот возобновились обсуждения разделения «Газпрома» на две компании, добывающую и газотранспортную, вот как вы считаете, здесь есть какая-то экономическая целесообразность в таком решении? Ну, действительно, это давняя история, которая началась еще в 90-х годах, была такая мысль вот еще в правительстве там, но она не получила дальнейшего развития, и связано это было с тем, что в принципе эти две составляющие «Газпрома» имеют различную рентабельность бизнеса, то есть понятно, что добыча газа – это достаточно выгодное дело, вот, а его транспортировка менее выгодная, по той причине, что тарифы на транспортировку газа, они, в общем, подвержены государственному регулированию, то есть Федеральная антимонопольная служба устанавливает предельный уровень тарифов и, в общем, регулирует их величину. Соответственно, это ограничивает рентабельность, а рентабельность добычи, она ограничена только ценой на газ, по сути. Да, Дмитрий, это очевидно, спасибо большое. На этом нам придется закончить нашу передачу. До новых встреч, уважаемые телезрители. В эфире была программа новости рынков «Сайфсей Маркетс». В студии был наш финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин